шалом дорогие друзья мир и благодать вам от господа нашего иисуса христа второе включение у меня сегодня гуляя по львову хочу вам показать одну из крупнейших львовских церквей церковь святого юра вот она какая величественная красавица и мы сейчас туда зайдем и сколько возможно будем снимать пока нас не остановят там не все можно снимать вот мне говорят ну что можно мы снимем значит перед церковью стоит памятник митрополиту андрею шептицкому это митрополит греко-католической церкви фигура достойное уважение всяческого памятник этот новый потому что его поставили недавно когда я жил во львове его еще не было андрей шептицкий во время во великой отечественной войны второй мировой войны будучи митрополитом находясь в очень тяжелых политических условиях во львове были фашисты он скрывал спрятал евреев у себя вот видите украинцы они тоже бывают разными были украинцы полицаи которые устраивали погромы были украинцы которые прятали евреев и среди украинцев немало праведников мира вот это площадь святого юра и мы сейчас непосредственно заходим в церковь давайте почитаем ансамбль собора святого юра святый юрий змеи борис уважается покровителем львова деревянную церку святого юра снова на цигаре князь лев 1280 уроки это как раз в 13 веке когда и возник львов так на фронтоне храма фигура святого юрия на коне архи как архи катедральный собор святого юра належит украинской грех католической церкви праворучивает храму митрополитчи палаты митрополитчи палаты украинской католической церкви 1761 62 года там митрополитчи сады вот краткий исторический экскурс знаете во львове я вам уже говорил неоднократно об этом множество разных церквей и так было всегда так было всегда даже при советской власти было множество храмов не все они были были действующие вот в частности храм ольги елизавета и ольги до привокзальной где мы снимали уже он не был действующий там были склады но многие храмы были действующими даже при советской власти здесь всегда были настроения вот такие религиозные я вспоминаю что весь город но образно говоря на деле огромная тысячная толпа это было при советской власти или или как раз период перестройки уже точно не помню либо в период развала союза вот и не сохранились у меня точная хронология событий но представляете огромная толпа многотысячная встречала митрополита иосифа слепого который был за границей действующего митрополита украинской католической церкви вот мы сейчас поднимемся на церковь посмотрим на эту церковь внутри но я хочу вам показать вид с этой горы и вот как в польше как в польше даже при советской власти были сильные религиозные настроения то есть польша не было безбожно-теистической несмотря на то что коммунистический режим был в польше так и на западной украине здесь во львове вот религиозные религиозные настроения были весьма сильны вот такой вид на город львов открывается от церкви святого юра вот центр именно греко-католической церкви здесь находится у гкц так зайдем во внутрь церкви и тут еще есть под землей подвалы захоронение вот там по моему снимать нельзя ну сейчас все выясним я думаю так говорят одеть маску вот мы заходим не центрального входа потому что центральный вход закрыт и 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 Рима католических костел на площади рынок, в центре, в который мы с вами уже заходили. Ну и понятно, греко-католическая церковь, она сама, конечно, поменьше Рима католической церкви, хотя тоже католическая, это как бы дочерняя, греко-католическая церковь дочерняя. Национальная церковь, Рима католическая, это всебирная церковь, а греко-католическая, по-моему, есть только в Украине, если я не ошибаюсь. Ну, может быть, несколько приходов еще за границей. Кто тебе сказал? Вот видите, елка в католических православных храмах, не тураются елок. Мини-одна. Мини-одна. Я вам сейчас увеличу, чтобы вы могли рассмотреть убранство. Поехаю. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 И когда она вернулась после отсидки Естественно у нее сохранились недобрые чувства По отношению к советскому режиму, к СССР И после распада Советского Союза Когда Украина получила незалежность Она стала политиком Она занимала должность высокую По-моему заведовала областным народным образованием И под ее руководством было совершено Был искоренен русский язык из школ Во Львове есть сотня школ Из всех из них был искоренен русский язык Так вот я о вашем покорном услуге Выпала честь вести с ней дискуссию На страницах грек-католической газеты «Вирую» Молодежная газета по поводу путей Украины Свободной незалежной Украины Я говорил о том, что Украину надо построить Именно на христианских основах На христианских основах А значит прощение к врагу Если уже она считала Советский Союз врагом То должна была бы поступить по-христиански И простить И не мстить Она же настаивала на том, что Мы должны очистить Украину от всего Социалистей Коммунистического, социалистического Ну естественно Здесь это воспринималось Как от всего русского А это было в общем-то Весьма опасная затея Потому что На Украине много русских На Украине много русских Много русскоязычных И вот я вспоминаю, что Она в церкви Ее даже пытались приструнить Руководители церкви Ну как-то мягко пожурить Но она Человек видимо волевой Она их не послушала И церковь как бы смирилась С этим И к сожалению Во Львове началась эта волна Русофобии Снесение памятников Советским войнам Переименование улиц Короче борьба с русским языком С русским духом Скажем так Вот И Из Львова это все После 14-го года Майдана 1914 года Из Львова Это все Перекочевало на всю Украину Потому что Львов Был как бы полигоном Пьемонтом Украинской Украинской революции Украинского Майдана Здесь Это был центр Мыслительный центр Этого всего И то что было до 14-го года Майдана во Львове Потом С победой Майдана В 14-м году Перекочевало На всю Украину Вот этот зажим Русского языка пошел Языковый вопрос По всей Украине Вот И Сейчас эта женщина Она уже Отошла в мир иной Царство и небесное Как говорится Вот Но Именно Вот эта Националистическая волна Она начала здесь Ну Друзья Вот Украинская Греккатолическая церковь Она вообще Очень Сильно Завязана На политике Она как бы Является Служанкой Служанкой Украинского народа Народа Украины Да Ну не всего народа Естественно Вот Да И Тут Ректор Академии Есть тут Украинская Греккатолическая Академия Ректор Академии Был Из Америки Американский гражданин То есть Это все Было тесно связано С политикой Американской политикой Которая В общем-то Здесь Была спонсором Всех этих Национальных Змоганий Национальные Возрождение Национальной Волны Ну друзья Что Что Мне о чем Говорит Урок Урок Украины К сожалению Церковь Она Не должна Становиться Орудием Политической Борьбы Понимаете Церковь Должна Нести Идею Христа Церковь Должна Быть Выше Политики Выше Национализма Церковь Во Христе Как написано В Библии Нет ни Иудея Ни Элина Ни русского Ни украинца И христианин Который Спотыкается На национальном Вопросе Он Естественно Теряет высоту Его мир Этот Его Система Кесаря Царство Кесаря Начинает Использовать В своих Интересах И он Перестает Служить Христу И это Проблема Друзья Это Проблема Вот таких Национальных Церквей Которые Перестают Служить Христу Хотя Внешне Конечно Христос Почитается Но Духовно Духовно Они Конечно Отрекаются Духа Христа И Становятся Заложниками Мира Сего И Игр Политических Игр И к сожалению Церковь Во Львове Украинская Греккатолическая Церковь Да и что Греха таить И не только Но и даже Протестантские Церкви Они Склонились Перед Духом Национализма Они Поддержали Бунт 2014 Года Хотя Библия Неоднозначно Говорит Противится Против Бунтов Ничего Хорошего Бунт В себе Не несет Первый Бунтарь Это Сатана Который Сбунтовался Против Бога Также Даже Если Власть Власть Библия Говорит Что Всякая Власть Есть От Бога Даже Если Власть Нечестивая Ее Допустил Бог Для Наказания Народа Нечестивого Вот Этот Принцип Даже Гитлера Бог Допустил Понимаете И против Гитлера Кстати Было Немало Сделано Бунтов Переворотов Самими Немцами Немецкими Офицерами Вермахта Но Интересно Что Ни один Из этих Переворотов Не достиг Цели Спрашивается Почему Если Богу Был Неугоден Гитлер Естественно Бог Какой-то Переворот Был До Ума Что Называется Но Нет Богу Неугодны Бунты Богу Неугодно Когда Свергается Власть Понимаете Потому Что Власть Бог Ставит Царя Такого Царя А именно Бог Поставляет Царя Бог Ставит Такого Царя Которого Заслуживает Народ Если Народ Богобоязненный Мирный Спокойный Бог Дает Ему Хорошего Царя Ну а Если Народ Небогобоязненный Если Народ Темный Невежественный Или Или Если Народ Вороватый То Естественно Бог Для Вразумления Этого Народа Дает Им Такого же Царя Поэтому Власть Царя Ставит Господь И Власть Допускает Бог И вот Смотрите Пример Украины Это же Прекрасный Пример Выбрали Царя Януковича Президента Потом Сами же Выбрали Сами же Его Скинули Но Незаконным Образом А через Бунт Там Пару Месяцев По-моему Оставалось Чтобы его Законно Переизбрать Нет Сделали Бунт Избрали Вместо него Порошенко Который Стал еще Хуже Который Развязал Войну На Востоке Понимаете Если Народ Недоволен Тем царем Которого Имеет И сбрасывает Его Он получает Худшего Царя Вот вам Духовные Уроки Духовные Уроки Украины И Другие Страны Сейчас Могут Брать Могут Смотреть На Украину И брать С нее Пример К чему Приводит Майдан К чему Приводит Бунт Однозначно Бунт Является Неугодным Богу Делом Все Что происходит В мире Допущено Господом Он Суверенный Владыка Если он Допускает Какой-то Режим Значит Это Что угодно Богу Вот На этом Друзья Я Сейчас С вами Прощаюсь Да Благословит Вас Господь И до Новых Встреч Тихо А